Здравствуйте, уважаемые зрители! В Ульяновске вновь после трехлетнего перерыва состоялся географический фестиваль «Фрегат Паллада» 10-й и юбилейный. Одним из его участников стал известный путешественник Артур Владимирович Чубаркин из Тольятти. Сегодня Артур Владимирович у нас в студии. Здравствуйте, Артур Владимирович! Добрый день! Очень рада вас видеть, поскольку наша встреча до ковидного периода была. Мы уже виделись, да. Артур Владимирович, я вот хочу начать разговор с вашего самого известного путешествия трансарктического на собачьих упряжках. Наверное, после этого путешествия вы стали самым известным в мире человеком. Когда это произошло? Чья была идея? Откуда началось трансарктическое путешествие? Вот об этом давайте начнем. Это был 2006 год. У нас было два человека участника. Руководитель экспедиции Георгий Карпенко из подмосковного Пушкина. И я вот житель Тольятти. Но изначально я, конечно, почти чукча русский, но родился и вырос на Чукотке в школе с чукчами-скимосами. Входил там по тундре. В детстве видел белых и бурых медведей. Так что вот отец полярный вертолетчик. То есть это тундра, оленеводы. Оттуда все началось. То есть это ваша идея была? Да, поэтому трансарктика это вот оттуда, из детства. Ну а потом получилось, что родители переехали в Самару. Я окончил Кубежский мединститут. И началась эпопея роста похода и дальше экспедиция. То есть когда ты имеешь уже громадный опыт путешествий и можешь выбирать любую точку или маршрут на карте, готовить его. То есть это шестая категория сложности по классификации. Вот. И экспедиция на Северный полюс. Наверное, это, конечно, самая такая крутая кульминация. И, наверное, серьезней маршрута на земном шаре не найти. То есть это Арктика, Антарктика. А идея родилась с Георгием Карпенко в 1998-1999 годах. Мы организовали экспедицию по маршруту Белинсгаузена-Лазарева, наших российских первооткрывателей Антарктиды. И когда мы возвращались из Антарктиды, Георгий ко мне подходит, хлопнул так по плечу, говорит, «Все, мы проверили друг друга, давай заявляемся на Северный полюс». И всю жизнь мечтал, как? Я говорю, да. Он говорит, на лыжах, я говорю, на собаках. В общем, мы поспорили. Ну, в общем, получилось, что моя идея держала верх. И готовились мы пять лет к этой экспедиции. Сначала прошли на собачках, на хасках по маршруту Петра I в год 300-летия Петербурга, Москва, Петербург. То есть, ну, придерживаясь примерно маршрута по рекам, вот, но поняли, что вот этот самый сложный маршрут северный, да, до полюса... У нас была идея автономное достижение, да, то есть, не просто, чтобы тебе там через пять дней подбрасывали вертолетом в снаряжение, да. То есть, вам никто ничего не подбрасывал, вы взяли, поехали. Да, да, то есть, как это вот в прошлые века, как вот те первооткрыватели, потому что, ну, можно, есть сейчас туристические варианты, можно заплатить там энную сумму, к тебе там приставят инструктора, на вертолете тебя привезли, ты походил вокруг полюса, выпил шампанского, получил диплом, да, но это, конечно, не то. Вот, мы все всерьез, опыт позволял, вот, и хаски себя показали не очень для Арктики, да, и мне раздается звонок через неделю ночью, звонит глава Чукотского района Михаил Зеленский, я его по детству помню как киномеханика, с которой мы летали в тундру к Чукчам, и он говорит, мы тебя видели там в передаче «Время», тебя показали, ты собираешься на полюс, прилетай за собаками чукотскими, чукотскими. А там какая порода? Она так называется, чукотский сдавая, да, это аборигенная собака, то есть, она живет не в доме, она живет в снегу, там, на угольном шлаке, и, то есть, она, если заработала, ее взяли куда-то в тундру на охоту, ее кормят очень хорошо, если просто она лежала день, то она может голодной быть, то есть, это очень суровые условия, да, то есть, это собака, которая живет на побережье Ледовитого океана, да, то есть, это северное побережье Чукотки, да, и там лед, там торошение, там вода, трещины, то есть, собака, ну, вот там, века, тысячелетиями она ходит по льду, она не боится треска, не боится белого медведя, вот, вот, и нас забросили вертолетом в Чукотское село, в Нешкан, где живет 700 чукчей и 300 собак, вот, такое царство, я бы сказал, собачье, да, то есть, везде собаки, вот, и мы жили, сформировали упряжку, прошли тренировочный маршрут по Чукотке, я реализовал свою детскую мечту на своей упряжке прийти в свой родной поселок Лаврентия, где я вырос, Бухта-Лаврентия, это 80 километров от Берингового пролива, вот, потом был тренировочный маршрут по Таймыру в полярную ночь, с теми собаками, да, и в 2006 мы стартовали с мыса Арктической Северной Земли, 57 дней вдвоем, 12 чукотских издовых, одна собачка у нас была таймырская, она погибла, вот, но все чукотские издовые живы-здоровы, дошли с нами до полюса, там мы водрузили флаг России, там Самарской губернии, Тольятти, вот, и стали первыми, кто автономно на собаках достиг Северного полюса. А потом вы вернулись уже в Канаду? Нет, мы должны были идти в Канаду дальше, то есть мы вообще заявлялись на два достижения, это вот Северный полюс, второе, мы должны были на полюсе получить подброс корма для собак и идти в Канаду, то есть пересечение Северно-Ледовитого океана. Но, значит, здесь включилась политика, и за, там, четыре дня до полюса мы звоним нашим норвежским партнерам, да, есть определенные арктические законы, да, современные, что зона ответственности от Северной земли с нашей стороны до Северного полюса обеспечивается российской стороной. То есть, если что-то случается, стоят два вертолета сначала на Северной земле, потом два вертолета нас страхует с ледового аэродрома Борнео, который на Паковом льду разворачивался раньше каждый год, из тут, там, Арктики, Антарктики. И, то есть, это обеспечение безопасности, иначе нас не забросят. А вот дальше Северного полюса, значит, 3 градуса, это 333 километра, это зона ответственности Норвегии, 4 градуса следующей до земли, ответственность Канады. И, получается, эта страна должна точно так же держать вертолеты, точно так же забросить на лед горючее, чтобы там пошагово добраться до нас, если вдруг что-то случится. Вот, но мы подходим по лесу, звоним по спутниковому телефону в Норвегию, говорим, все у нас хорошо, мы подходим, принимайте нас вот такого-то числа, то есть, ну, вот мы будем теперь с вами связываться, вы нас ведите, что ли, так, да, то есть подстраховывайте. А они говорят, нет, у нас нет такой возможности. Да, мы как, у нас договор, мы по договору оплатили 50% суммы там, хорошие очень. Вот, нет, вот у нас нет такой возможности. Вы, у вас есть партнеры канадские, обращайтесь к ним, ну, то есть это вот, ну, такая подножка очень серьезная. Мы в шоке, значит, Институт Арктики-Антарктики нам разъясняет, что там, в общем, ребята, не повезло, включилась политика, Норвегия планирует на следующий год свою арктическую экспедицию, и им совершенно не нужно, чтобы вы сделали все, что хотят они, да, то есть, а Норвегия вообще исторически, это же арктическая страна, да, то есть там свои первооткрыватели, да, то есть, и заслуги их великие, конечно, да, но вот это такой соревновательный процесс, и получается, что наш Институт Арктики, значит, нас не пускает, опять, потому что мы говорим, мы же пройдем эти 300 километров без поддержки, и нас Канада там встретит, и все будет нормально. Нет, если все будет хорошо, да, а вдруг что-то не так, ну, мы не сможем смотреть там в глаза вашим родным, вот если что-то случится, и вот, и получается, что мы неожиданно вдруг на полюсе понимаем, что все мы сделали, вот, и прилетает с Борнео вертолет, забирает нас, мы еще вот где-то твой суток ждали вертолета, порга была, и через ледовый аэродром Борнео, Шпицберген, Москва, то есть через несколько дней мы дома, вот, и я просто помню, как я об этом говорил своей жене по телефону, говорил Марина, через три дня мы будем дома. Она не поверила. Она говорит, я об этом молилась. А, вот почему. Вот почему. Зачем? Она говорит, меня Бог услышал. Переживала. А вот жены, конечно, ну, это наши мужские амбиции, да, то есть. А что стало с собаками, которые были с вами? Собак мы забрали, да, естественно. У нас есть товарищ в городе Нерехта, значит, священник, и у него, он собирал пацанов в Подмосковье, ну, беглецов, да, там, подростков. То есть у него свой детский дом такой. И, значит, у него там своя история, он глицолог бывший, его экспедиция попала на Кавказе в лавину, ну, в общем, вся погибла, кроме него, да, и, значит, вот он уверовал, значит, стал священником, и вот у него там приход. И он говорит, мне нужно пацанов чем-то занять, да, то есть они же сложные, привозите свою пряжку. И мы привезли, и вот они там тренировались на этой пряжке, и у нас есть фильм в Ютубе, «Звезда, которая не греет» про экспедицию, можно его посмотреть, и там, и про пацанов, которые, которые мы отдали, вот. А но потом собак мы перевезли в Петрозаводск к моему товарищу, тоже арктическому путешественнику, Виктору Симонову. Вот, и дальше у меня были уже маршруты с Виктором Симоновым, вот, в частности, два года назад была попытка пересечения Берингового пролива по так называемому Беринговому мосту в обход Берингового пролива, сам пролив, он 86 километров, но он почти не замерзает. А Чукчи издревле ходили северней такой дугой, с юга, с Тихого океана, через пролив, течением, лед набивает, да, и там такая ледовая перемычка, такая, ну, она широкая, но там лед вот так движется весь. Вот, и вот у нас была попытка... А почему попытка? А потому что мы не дошли. Потому что экспедиция была сборная, мы с Виктором были вот самыми опытными, я как чукотский товарищ проводником был, да, вот, два человека у нас сошли, один россиянин и один словак, у нас были вот и русские, и словаки, и новозеландцы в составе, вот, но пришло предписание МЧС, что там через два дня будет тайфун, 40-45 метров в секунду, мы были в это время на тонком льду, то есть лед там 10-15 сантиметров, который и ломанный, и шевелился, то есть, ну, вот особенность Берингового пролива, да, что там ледовые реки, то есть там лед течет, то есть он не стоит, вот на полюс мы шли, там трещина, да, мы ее там как-то преодолели, влево-вправо, там мосты сделали, да, а здесь лед течет, и вот ты идешь, он шевелится, шевелится под тобой, очень, конечно, сложно психологически, вот, вот, а тут вот тонкий лед, в предписании, мы еще сутки идем на север, думаем, вдруг найдем толстую льдину, прошлогоднюю, там, баковый лед, не нашли, вызываем вертолет, и оказываемся в моем родном поселке, Лаврентие, меня там ждут одноклассники, и снаряжение там осталось, это как раз было начало ковида, но вот мы планировали через год, тут ковид, тут все остальное, и вот снаряжение так и лежит, нас ждет. Ну, значит, надо вернуться. Да, а наши собачки, значит, благополучно прожили долгую, такую заслуженную жизнь, оставшуюся у Виктора Симонова в Петрозаводске, у него питомник Чукотский издовой, один пес в составе упряжки Виктора, через несколько лет, Виктор Симонов и Федор Конюхов организовывают экспедицию, как бы продолжение нашей, их забрасывают вертолетом на Северный полюс, и они на упряжке идут до Канады, то есть получается, что вот... Они вот прошли тут. Да, они вот этот кусочек проходят, и в составе их упряжки был один наш пес с нашей упряжки Черке, и этот пес, получается, единственный в мире, да, который пересек Северно-Ледовитый океан, и ему присвоено звание чемпиона мира, вот, и Федор Конюхов ему извоял памятник, который стоит сейчас на набережной Петрозаводске, так что вот такая история. Ну, пес уже, наверное, нет его, да, или есть? Уже полгода, как его нету, да, да. Он был самый молодой и самый заслуженный. Такие достижения у него. Да. Вот вы все говорите, вот вернулся в родной поселок, вот еще раз вернулся в родной поселок, то есть вы часто бываете на Чукотке, да? Да, ну, хочется туда возвращаться, причем, вот, несколько лет назад я туда приехал даже как психотерапевт. Да, вы по образованию психотерапевта. Да, 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 да. Я очень хорошо знаю, ну, психологию Чукчи, они меня тоже знают, то есть в разных поселках разбросаны мои одноклассники, вот, и был такой период, когда вспышка суицидов среди подростков была, вот, и ко мне обратилась руководитель Красного Креста Чукотки, это сестра Абрамовича, Абрамович много лет помогает ей, то есть, ну, Красному Кресту и Доручино, вот, ну, и знаю, что я с Чукотки, психотерапевт, она меня пригласила, я несколько месяцев работал психотерапевтом. А в чем причина там была? Ну, там много причин, ну, вот, как раз губернатор Чукотки Копин попросил меня проанализировать ситуацию, вот, особенно всплеск был в одном поселке, где я больше всего работал, я работал с детьми, со школьниками, там, с подростками, с родителями, просто со взрослыми, там, с проблем алкоголизма, с учителями, то есть, ну, круглосуточно жил в фельдшерском пункте, в больничной палатке, в комнате, да, там, на железной кроватке хирургической и работал, работал, ходил с чукчами в море, на Кита, вот, бродил по тундре, вот, и, ну, в итоге я проанализировал ситуацию, написал свой анализ губернатору, вот, основная причина была, значит, ну, в плановом порядке убрали, разрушили старую школу, старую школу, чтобы построить новую, и ее построили, но не успели построить спортзал. И из-за этого, да? А чукчи очень спортивные, да, и вот они, ну, вот, очень любят спорт, у них есть свои национальные виды спорта, они любят и, там, наши традиционные, да, то есть, и получается, что вот это, ну, вот оказалось ключевой проблемой, то есть, то что физическая активность, она помогает восстанавливать эмоциональное состояние, то есть, фактически, и ежедневные физические нагрузки, я вот и сейчас всем это очень рекомендую, да, пять раз в неделю, по часу полтора, физическая активность средней интенсивности, она заменяет, то есть, она ликвидирует практически высокий уровень тревоги, то есть, природа имеет такой механизм наш, да, у нас биологический, что работающая мышца забирает из крови адреналин, гормон стресса, сейчас его много, да, и вот простейший способ, но это надо делать, вот, и вот у Чукчей такой возможности не было, и вот сейчас этот спортзал построен, после вашей рекомендации, да, ну, да, в том числе, да, а вот про Чукчей очень много анекдотов, ну, вот там в них есть доля правды, там касается алкоголизма, там еще что-то, непонимание какого-то, да, ну, я, естественно, очень люблю этот народ, да, и понимаю, почему, все анекдоты, они такие безобидные, да, то есть Чукчи какие-то, ну, там, немножко наивные, наивные там своей искренностью, оно так и есть, да, я вот, маленькая история, да, я ее вживую проживал, вот несколько лет назад я участвовал в оргкомитете в аборигенной гонке по Чукотке, Чукотская-Эскимосская Надежда, она ежегодная, это Чукчи на своих собаках, с которыми они ходят на охоту, на рыбалку, в общем, медленно, не спеша, да, вот проходят большие участки, там, по тундре, по льду, вот, и попали в Пургу, значит, ждем погоды в поселке, сидим там в теплом гараже, времени много, пьем чай, и вот Чукча-Гонщик поднимается с чаем и говорит такую неожиданную вещь, он говорит, вот, говорит, не понимаю я, говорит, людей с материка, да, вот, из Чукотка, да, а все остальные на материке, на материке живут, на материке живут, вот, вот вы, говорит, чувствуете одно, думаете другое, хотите третье, а делаете четвертое, вот, мы так не живем, нельзя так жить, вы, говорит, болеть будете, вот, и говорит, так вот, выпьем за то, чтобы, вот, мы что чувствовали, то и хотели, то и говорили, то и думали, вот, и вот, это вот про Чукча, это вот их суть, и еще особенность, что вот есть некое такое разделение, вот у нас, в европейской мужской цивилизации, мужчины, они левополушарные, то есть, конкретно логические, целесообразные, а женщины, они чувствующие, правополушарные, то есть, правополушарие, если я правша, то правополушарие отвечает за невербалику, за образное мышление, за контакт со своими эмоциями, со своей телесностью, да, и с эмоциями и телесностью других людей, то есть, вот мы сейчас разговариваем, у нас идет телесный диалог, эмоциональный, ну и вербально-логический, да, такой вот, вот, так вот, у Чукчей оба полушария одинаковые, и они, они эмоционально образные, то есть, то, что у женщин, да, да, то есть, у них, они все танцоры, они все мастера, там, там, творчески себя руками выразить, смастерить что-то, вот, и это, естественно, исторически у них востребовано, потому что, чтобы выжить в тех условиях, причем, вот я говорю выжить, они, они не выживают там, они живут полноценной, хорошей, там, эмоциональной жизнью, вот, и вот, благодаря, вот этому, своему невербальному полушарию, сейчас это называется эмоциональный интеллект, да, такое известное слово, они чувствуют ветер, чувствуют зверя, чувствуют, понятно, другого человека, то есть, они в контакте, вот, с природой, и это дает вот им ресурс, жить там, и чувствовать себя полноценно, что, вот, путешествиями вернемся, что для вас важно в путешествиях, чтобы получить впечатление, или какие-то находки сделать, я знаю, что у вас коллекция хорошая, большая такая, именно из путешествий, экспедиции привозят. да, у меня есть такой передвижной музей Арктики, он выставлялся два года назад в музей Рульяновский, да, то есть, очень был воспринят хорошо, вот, это экспонаты, которые я привожу с экспедиции, потому что бывают и летние экспедиции на Чукотке, как, к примеру, вот буквально там несколько лет назад, вот как раз когда я по линии Красного Креста был, и вот я с Чукчами, потому что с ними, я как психотерапевт работал не в кабинете, вот так сидел, там в белом халате, да, то есть я с ними ходил везде, и с ними общался везде, и там, там, диагностировал, вот, просто в обиходе, и говорил, то есть там лечил, и там мы с ними медитировали, в тундре, да, и образы были, здесь, там, к примеру, если мы медитируем, у нас там образ, там, поле, там, лес, волка, да, там другие образы, то есть я им давал другие образы, вот, и мы там гонимся за китом, киты уходят, куда-то исчезли, их нету, да, и рядом оказывается островок, небольшой островок, там, 300 метров, склоны крутые, в одном месте мы, значит, пристаем, а пристаем почему? чтобы с его верхушки, там, увидеть китов, там, их фонтаны, да, вот, и один наблюдатель, там, уже сидит, смотрит, мы ходим, и вот, когда мы к острову подплываем, я вижу, что, где-то сантиметров 40-50, черный культурный слой, то есть, это остров, где люди жили тысячи лет назад, жили тысячи, там, ну, сотни лет точно, потому что в Арктике такой слой, это очень много, да, этот остров, значит, потом выясняется, что он был соединен с землей, был перешеек, его когда-то там размыло, там, десятки лет назад, но старики помнят и рассказывают, что здесь был перешеек, да, то есть, это вот арктическая цивилизация, вот, и я выхожу, и лежат наконечники кремниевые, да, они лежат сверху, да, вот там кости, там, кости и мамонта, там кости, то есть, все, все, вот оно, вот такие места, и вот у меня есть такой музей, есть еще музей, так как я живу в Тольятти уже больше 30 лет, да, и мне интересно и то, где я живу, и Ульяновская, это территория Волжской Булгарии, да, исторически, да, то есть, здесь была Золотая Орда, да, и вот у меня есть свой музей Волжской Булгарии, Золотой Орды, он в Жигулевске, и вот. То есть, находки для вас тоже важны, да, конечно, и меня интересует вот все, что можно потрогать, то есть, вот, находишь какой-то предмет, и, вот, я ощущаю, что его трогали, там, наконечник ли это какой-то, или там плуг, там накладка железная на плуг, то есть, это вот связь, много через, через историю, через, да, через века. Планируете какие-нибудь путешествия в этом, может, были летом какие-то путешествия, экспедиции? Летом была экспедиция хребет Джук-Джур, это Охотское море, да, западное побережье, да, 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 это район города, поселка Охотск, очень трудно организовывалась экспедиция, потому что, ну, район такой труднодоступный, с авиацией сложно, значит, и маршрут был по, опять же, по маршруту первопроходца Ивана Москвитина, это 1639 год, это человек, который был в составе отряда казаков, руководитель его, таман, там было потом присвоено звание, статус, и они по приказу царя, значит, из Томска через Якутск, по реке Лени, по реке Мае, поднялись против течения, волокли струги, переволокли их через хребет Джулджур, вышли на речку Улья, а речка Улья впадает уже в Охотское море, и вот этот кусочек по Улье мы сплавились, ну, можно сказать, вместе с Иваном Москвитином, то есть, видели, потому что за это время мало что изменилось, в Кровеческом музее, мы потом пришли, а там пушечка, там, значит, ружья шомпальные, точнее, пищали, вот, с этой же речки, то есть, его же, да, то есть, и руки их держали, да, там, вот, это то, что было в этом году, а так, во-первых, так как мы не смогли из-за тайфуна пересечь Пелингов пролив, то наше снаряжение лежит в Лаврентии, да, то есть, оно нас ждет, и мы просто, вот, вымуждена, вот, из-за всех, там, событий в мире, да, ну, чуть-чуть, там, отодвигаем, да, то... Наготове. Да, все наготове, да, и сейчас Виктор Симонов вчера улетел на Чукотку, там, в очередной раз собирать, там, пряжку собак, вот, новую, ну, это вот, это в планах, да, ну, спасибо, Артур Владимирович, спасибо, что приехали, пришли к нам, успехов вам, в вашем деле, до следующей встречи, да, до следующей встречи, в Ульяновске, везде, спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!